Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начался с премьеры. В Театре Самарской площади состоялся бенефис актрисы Натальи Носовой. Забивают больше всех в лиге. Крылья Советов успешно выступают на чемпионате России по футболу. По Волжской академии образования и искусств имени святителя Алексея, митрополита Московского и Болгарско-исламская академия подписали соглашение о сотрудничестве. Церемония прошла при участии губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Это сотрудничество, подчеркнул Палпред, приобретает особую значимость в настоящее время, когда основной задачей является содействие российской армии и достижение победы в специальной военной операции. И людям нужна поддержка веры. Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил Игоря Комарова, Раиса Республики Татарстан Рустама Миниханова, представителей религиозных конфессий, участвующих в церемонии, за поддержку инициативы заключения соглашения. По словам главы региона, существующие в области национальное объединение позволяют успешно решать актуальные задачи. Второй день в Самаре продолжается поэтапное подключение жилищного фонда к теплоисточникам. Организован непрерывный контроль адресной обходы. Уже к утру 26 сентября 8% многоквартирных домов подключили к теплу. На совещании, которое провел первый вице-мэр Владимир Василенко, поручено в первоочередном порядке обеспечить теплом здание, на первых этажах которых находятся детсады, поликлиники, учреждения доп. образования. Батареи в квартирах дома 77 по улице Победы нагрелись уже 18 сентября. В здании находится детский сад. Отопление в дошкольные образовательные учреждения и в здании с круглосуточным пребыванием людей начали подавать в первую очередь. Дом в принципе запущен и все, только ждем повышения температуры при наступлении холодов. Все контролируем, смотрим, чтобы не было статики, так сказать, чтобы люди были все время с отоплением. Комфортно, да, и нету ночи вот этой немножко влажности дома пропало у людей. Да, комфортно стало. Технический директор управляющей компании также рассказала, что трудностей при подключении отопления не возникло. Перед началом отопительного сезона провели подготовку, в том числе сдали опрессовку и поменяли задвижку, чтобы здание без проблем начало отапливаться и теплоресурс поступал бесперебойно. На сегодняшний день тепло получают 65% социальных объектов областного центра. Теперь повышенное внимание уделяется процессу подачи теплоносителя не только в социальные учреждения, но и в жилищный фонд. В него, согласно постановлению главы города Елены Лапушкиной, теплоноситель начали подавать с 25 сентября. К утру вторника теплоснабжением обеспечили 8% зданий. Многоквартирные дома к теплу подключают поэтапно. Параллельно организован непрерывный контроль. Проводятся адресные обходы. На еженедельном совещании первый заместитель главы города Владимир Василенко поручил в первую очередь обеспечить теплом те дома, на первых этажах которых находятся детские сады, поликлиники, учреждения дополнительного образования. Вот сейчас в первую очередь посмотрите, где есть дома, которые есть поликлиники, есть амбулаторные какие-то учреждения, есть культура, есть образование дошкольное. Вот эти дома в первую очередь записать протокол, включить и отработать их. Отопительный сезон в Самаре начали заблаговременно, не дожидаясь значительного понижения температуры воздуха, стабильных 8 градусов на термометрах. Несмотря на то, что по прогнозам синоптиков в ближайшие дни днем воздух будет прогреваться до плюс 25 градусов, ночью температура будет опускаться до плюс 4-13 градусов. По технологическим условиям подключение к источникам теплоснабжения занимает порядка двух недель. Для адресной отработки сообщений будет открыта горячая линия. Светлана Тимофеева, Николай Епифанов, События. Оперативный штаб региона провел тактико-специальные учения на территории Самары, Красноярского и Волжского районов. Участие приняли представители регионального управления ФСБ, главных управлений МВД и МЧС, а также Росгвардия, Федеральная служба охраны, представители Министерства здравоохранения, Роспотребнадзора, а также администрации Самары, Волжского и Красноярского районов. Во время учения вырабатывались алгоритмы реагирования сил и средств оперативного штаба на террористические угрозы, связанные с деятельностью диверсионно-террористических групп иностранных государств. После введения условного режима контртеррористической операции участники отработали алгоритм действий по нейтрализации лиц, которые совершили преступления террористической направленности на территории аэропорта Курумыч. Межведомственные подразделения продемонстрировали высокий профессионализм и эффективность при реагировании на такие угрозы и их пресечения. Все поставленные задачи успешно решены. Сразу два национальных проекта «Образование и туризм и индустрия гостеприимства» будут реализованы в рамках программы, которую запустили при поддержке Министерства просвещения и Министерства экономического развития России. О том, как происходит интеграция путешествий в образовательный процесс, расскажет Галина Топилина. Всероссийская программа «Классная страна» агентства стратегических инициатив стартовала в феврале этого года. Самарская область вошла в число 22 субъектов, где реализуется ее пилотная версия. Главная задача – формирование модели детского образовательного туризма и профориентации. В нашем регионе эта программа реализуется на базе Самарского государственного технического университета. «Для нас, для университетов страны, это очень важно, потому что через ознакомление с университетами, с возможностями промышленности, экономики, территорий, с тем, чтобы наши школьники лучше узнавали возможности системы высшего профессионального образования, происходит профориентация молодежи и их формирование мыслей на будущее становится осознанным». Программа разработана для старшеклассников и студентов СУЗов. Работа ведется по пяти направлениям – история и патриотизм, культура, экология, спорт и здоровый образ жизни, наука. Это экскурсионные программы, внедряемые в образовательный процесс в рамках доп. образования, внеурочной деятельности или в качестве производственной практики. «Программа направлена на то, чтобы дети получали в рамках учебного процесса теоретические знания внутри школьных стен, то есть на территории образовательных организаций. И уже в качестве практики, с целью закрепления теоретического материала, дети выходили в город, знакомились с экономикой региона, видели, соответственно, как процессы реализуются на практике. В том числе мы внедряем профориентационный подход». Маршруты по двум направлениям уже были презентованы ранее. «Огонь памяти Куйбышево-запасная столица» по направлению «История» и «Открытка из Самары» по треку «Культура». На очереди презентация трека «Наука». Это экскурсия для старшеклассников на одной из крупных промышленных предприятий Самарской области. Научный круиз, во время которого ученики могут попробовать себя в различных профессиях и определить для себя вектор дальнейшей учебной и трудовой деятельности. «Мы очень надеемся, что эти культурно-образовательные маршруты будут интересны нашим молодым людям в Самарской области и надеемся, что они привлекут к нам туристов, молодежных туристов из других регионов страны». В конце года на заседании экспертной комиссии Агентства стратегических инициатив будут отобраны лучшие по стране маршруты по каждому направлению программы. Они войдут в федеральный реестр маршрутов. Галина Топилина, Николай Баскин, События. Далее, коротко о других темах. С 25 сентября до 8 октября в регионе проходит акция по обмену монет на бумажные купюры без комиссии. Обычно за это берется 3% от суммы. Мелочи с копилок в любом количестве можно принести в банк, участвующий в акции, и взамен получить ровно такую же сумму банкнотами, зачислить деньги на счет или обменять на памятную монету. Организаторы акции просят предварительно рассортировать монеты по номиналу, также необходимо взять с собой паспорт. Все подробности акции можно узнать на ее официальном сайте монетнаянеделя.рф. Смертельное ДТП произошло в Самаре в понедельник 25 сентября. Примерно в 22.40 мужчина, управляя автомобилем «Шкода Октавия», ехал по Московскому шоссе от Ракитовского шоссе в направлении улицы Алма-Атинской. По ходу движения он не справился с управлением, наехал на бордюр и влетел в дорожный знак. В результате происшествия водитель скончался до приезда скорой помощи. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Самарской области. Исследователи выяснили, кто из самарцев доверяет гомеопатическим препаратам. Среди тех, кто положительно относится к гомеопатии, больше женщин и людей старше 45 лет. По данным исследования, в пользу гомеопатии высказались 21% респондентов. Еще 45% доверяют альтернативной медицине. При этом каждый третий затруднился с ответом. Напомним, гомеопатия – метод альтернативной медицины, возникший в 1790-х годах. Главным его идеологом был немецкий врач Самуэль Ганнеман. В клиниках Самарского медуниверситета внедрили эндоскопические операции на щитовидной и околощитовидных железах. Они позволяют минимизировать частоту осложнений и травмирования тканей, избежать рубцов на шее и быстрее вернуть пациента к привычной жизни. Операция выполняется с помощью трех небольших проколов через подмышечный доступ. Срок реабилитации сокращается до двух дней. Если работа пациента не связана с физическими нагрузками, то он может вернуться к ней практически сразу после выписки. В России в 2024 году проиндексируют выплаты неработающим пенсионерам на 7,5% по уровню инфляции, заложенному в прогнозе Федерального министерства экономического развития. В результате индексации средний размер страховой выплаты составит чуть более 23 тысяч рублей. Кроме того, в 2024 году с внедрением единого тарифа страховых взносов для работодателей будет увеличен максимальный размер выплат по больничному листу, декретным, а также выплат по уходу за ребенком. Пропаганда жестокого обращения с животными будет караться штрафом в 100 тысяч рублей. Такой законопроект внесут в Государственную Думу в осеннюю сессию. Статью планируют добавить в Кодекс об административных правонарушениях. С мнением юристов и зоозащитников ознакомилась Светлана Тимофеева. Собака Аркадия долго боялась подходить к людям. Два года назад один из жителей поселка Прибрежный отстрелил ей нижнюю челюсть. Теперь без помощи ветеринаров Аркадия не может принимать пищу. Она не единственная, кто стал жертвой человеческой жестокости. Но если за жестокое обращение с животными в Уголовном кодексе предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы, то за пропаганду живодерства людям пока ответственность не грозит. В Государственной Думе эту ситуацию решили исправить. Конечно же, я считаю, что во всех сообществах, где это принято, так называемых сообществах докхантеров, будет здорово, если они перестанут существовать, и такая пропаганда будет прекращена вообще в любом виде. Депутаты Госдумы предлагают за пропаганду жестокого обращения с животными назначить штраф с верхней планкой 100 тысяч рублей. Такую инициативу приветствуют не только зоозащитники, но и юристы. В последнее время действительно распространились в интернете, в ютубе такие блоги, в которых, ну, скажем, блогеры издеваются над животными, да, причиняют им какие-то, ну, там, насильственные повреждения. И действительно, подобные действия необходимо просекать, поэтому, в принципе, данную инициативу можно приветствовать. Она предусматривает введение административного штрафа в размере 100 тысяч рублей именно за пропаганду такого обращения. В Самаре действует программа ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск. Но даже чип, который закрепляется на животном, не всегда гарантия безопасности для собаки. Есть такой у нас бывший ЗИМ завод, и там стая бродящих собак. Она не контролируется. Ее с периодичностью уменьшают с помощью отлова, выпускают туда стерилизованных собак. Но таком бы, и собаки там множатся, и все по кругу. И люди говорят, давайте их потравим всех. И это люди, которые живут со мной в одном доме. Кроме того, в Госдуме планируют рассмотреть регулирование коммерческого разведения животных. Проект уже согласован с Минприродой. Предлагается установить требования к регистрации, условиям содержания, порядку разведения и к условиям продажи. Это достаточно была громкая история, когда несколько лет назад, если я правильно помню, в Тольятти один из заводчиков в квартире, очень маленькой, чуть ли не однокомнатной, по-моему, содержал около ста собак миниатюрной породы. То есть они, видимо, начинали как заводчики какой-то определенной породы, что-то вроде баллонок или пуделей. И там всем миром, всем самарским регионам, и даже, по-моему, соседними регионами, вот этих сто собак расселяли. Они, конечно, были грязные, голодные. Также в Госдуму хотят ввести запрет на операции, которые калечат животных. Например, такие, как удаление когтя у кошки вместе с фалангой пальца или подрезание голосовых связок у собак. Кроме того, предлагается наделить зоозащитников более высоким статусом. В частности, сократить срок рассмотрения их обращений с 30 до 10 дней со стороны правоохранительных органов и надзорных ведомств. Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков. События. Повышение температуры тела, тошнота, рвота и боль в животе – все это признаки острой кишечной инфекции. Ее могут вызвать вирусы, бактерии, а также продукты их жизнедеятельности – токсины. Как быстро избавиться от неприятных симптомов и обезопасить себя, узнала наш корреспондент Ксения Баканова. Мне провели обследование, в общем, дали лекарства. Скоро уже выпишут. Утро Михаила Краснова началось не с кофе. В выходные он катался с друзьями на гидроцикле. Случайно упал, наглотался воды. И вот результат. Теперь мужчина в больничной палате. Симптомы появились внезапно. Стало тянуть живот, открылась рвота. Время шло, становилось только хуже. Интуиция подсказывала – пора бить тревогу. Два дня держалась температура 38. Ну и тут уже как бы надо было обращаться в больницу. Я сам дошел, обратился к инфекционистам. Они мне сделали анализы и установили, что у меня острая кишечная инфекция. Кишечная инфекция относится к сезонным заболеваниям, пик которых приходится на летний-осенний период. И главные виновники – различные микробы, которые в жару начинают активно размножаться. У заразившегося человека повышается температура тела, появляется боль в животе и частый жидкий стул. Проявление болезни зависит от возбудителя, попавшего в организм. Если мы говорим про бактериальные, то это лечение антибактериальными препаратами. Если у пациента больше данных за вирусное поражение кишечной инфекцией, то здесь, как правило, лечение патогенетическое, симптоматическое, то есть это купирование синдрома обезвоживания, болевого синдрома. Это энтеросорбент, причем абсолютно разное, начиная от всем известного, я думаю, активированного угля, от этих черных таблет, заканчивая другим препаратом, например, полисорбом. Последний относится к современным энтеросорбентам с широким спектром действия, которые связывают вредные вещества и выводят их из организма. При этом энтеросорбенты не вступают с сорбируемым веществом в химическую реакцию и не вызывают биохимических изменений крови. При купировании симптомов кишечной инфекции специалисты рекомендуют обратиться к врачу. Лучший способ предотвратить возникновение кишечной инфекции – это профилактика. Важно соблюдать правила личной вегизены, пить бутилированную воду, использовать только свежие продукты и обращать внимание на срок годности. Ксения Баканова, Константин Головин. События. Новый сезон в Театре «Самарская площадь» начался с премьеры. Это бенефис ведущей актрисы театра Натальи Носовой. О том, что подготовил театр и как прошел премьерный показ спектакля, расскажет Галина Топилина. В Театре «Самарская площадь» премьера. Спектакль-театр по мотивам романа английского писателя «Сомерсета Мойма» в главной роли Натальи Носова. По словам художественного руководителя театра Евгения Дробышева, этот спектакль он поставил специально для нее. Признается, работать над постановкой было непросто. Когда начались репетиции, я понял, что мы вперлись в тяжелейший абсолютно процесс, потому что когда автор пишет пьесу, он предусматривает какие-то вещи, предусматривает, что вот там артистам надо переодеться, он им дает паузу. А тут никаких пауз, это проза. Автор об артистах не думал, он, наверное, и не думал, что это будут инсценироваться. Спектакль-театр – это история великой актрисы из Англии, жены режиссера. Она влюбляется в молодого поклонника, который давно восторгался ее ролями, вскружил ей голову, а потом променял на молодую начинающую актрису. Но героиня стойко справляется с ударом судьбы и своими чувствами. В день премьеры спектакля в фойе театра собрались ценители творчества Натальи Носовой. Один из них – инженер-конструктор завода «Прогресс» Александр Яхонтов, давний поклонник актрисы. Мы добрые знакомые уже несколько лет, как-никак. Давно уже, с 2017-2018 годов, постоянно зрители театра «Самарская площадь». Очень интересная постановка, как почти все постановки, и спектакль театра «Самарская площадь». Вот так. Ну и интересный бенефис. Поддержать Наталью Носову в день ее бенефиса пришли коллеги по цеху. Почетные гости – представители городской администрации Гордумы и друзья актрисы. Ну, я очень волнуюсь вместе с Натальей Юрьевной, наверное, потому что я ее люблю. Она прекрасный человек, она роскошная актриса, она невероятный друг. И я вот сейчас тоже переживаю с ней, потому что такие минуты бывают в раз жизни. Репетиции спектакля начались еще весной. И вот уже в новом театральном сезоне он готов радовать самарских зрителей. Галина Топилина, Григорий Плешаков, События. Самарские крылья Советов сражаются за лидерство в чемпионате России по футболу. А хоккейная «Лада» продолжает покорять КХЛ в своем первом сезоне после возвращения в Лигу. Об этом и в других спортивных новостях в нашей рубрике. Крылья Советов на домашнем поле провели матч девятого тура чемпионата России против Сочи. Самарцы с первых минут начали атаковать и уже на четвертой минуте Салтыков открыл счет. После этого волжане сбавили обороты, но к концу первого тайма вновь разогнались и забили еще один мяч. Отличился Рахманович. Во втором тайме крылья начали играть на удержание счета, не позволяя гостям отыграться. Лишь на последних минутах южане заработали пенальти, который и реализовали. 2-1 победа Самарсов. Команда на втором месте в турнирной таблице. В первой футбольной лиге игроки Тольяттинского Акрона на домашнем поле принимали нижнекамский нефтехимик. Перед матчем команды находились на разных концах таблицы. И лидирующий Акрон не смог подтвердить это положение на поле, так и не забив ни одного мяча в ворота соперников. Но и не пропустили. Безголевая ничья. 0-0. После 11 туров тольяттинцы занимают четвертое место в таблице. Хоккеисты Лады вот уже 8 игр подряд в КХЛ не уходят с поля без набранных очков. Команда продлила эту серию в последних домашних матчах. Сначала автозаводчане переиграли действующего чемпиона, московский ЦСКА. Лада уступала в счете, но смогла переломить ход встречи и победить 3-1. Затем тольяттинцы разгромили китайский Кунь-Лунь Red Stars 5-1. В матче с Трактором победить не удалось. Но в основное время Лада не проиграла и набрала одно очко. Три периода завершились без голов, и лишь в овертайме челябинцы победили. В Восточной конференции Лада идет на втором месте. В первенстве МХЛ тольяттинская Лада тоже поддерживает успешное выступление старших товарищей. В этом сезоне молодые автозаводчане после поражения в серии буллитов на старте турнира одержали уже 5 побед подряд. Накануне удалось на своем льду переиграть сибирских снайперов. На каждый гол гостей хозяева отвечали двумя точными бросками. Итоговый счет 6-3 в пользу ладьи. Команда идет среди лидеров Серебряного дивизиона Восточной конференции. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. С 1 по 9 октября пройдут мероприятия Большой учительской недели, которые охватят все регионы страны, сообщает телеграм-канале городской администрации Вести с Дворянской. В эти дни подведут итоги всероссийских конкурсов «Учитель года России» и «Директор года России». Пройдет финал конкурса «Мастер года России». Напомним, указом президента страны 2023 год был объявлен годом педагога и наставника для школьников, которые только планируют стать педагогами, а также для тех, кто хочет получить дополнительное образование в этом направлении, создан портал «Будьучителем.рф», где собрано более 170 учебных заведений со всей страны. Из них 34 вуза, профильно-педагогические. В остальных есть педагогические специальности в общем каталоге направления обучения. В телеграм-канале Департамента опеки напоминают, что родителям при рождении близнецов, двух и более детей, предоставляется единовременная выплата. Необходимым условием ее оформления является постоянная регистрация одного из родителей и детей в городском округе Самара. За оформлением выплаты одному из родителей нужно обратиться в любой офис МФЦ. Также это можно сделать на региональном портале госуслуги. Подробную консультацию о выплате можно получить по телефону 340 08 47. В Самарской области стартовала 26-я областная общественная акция «Благородство». Это социально значимый проект, имеющий свою историю и традиции с 1998 года. Девиз общественной акции «Благородство» – «Творим добро вместе». В телеграм-канале Куйбышевского района говорится, что ежегодно в оргкомитет поступает свыше 300 заявок с историями, в которых рассказывается о различных достойных и благородных делах наших земляков. Подать заявку на участие в акции можно по адресу 443 001, город Самара, улица Самарская, дом 179. Либо отправить свои истории и данные на почту. Благородство.дефис63.собака.mail.ru Сбор заявок проходит до 20 октября. Жители советского района через телеграм-канал приглашают ознакомиться с кандидатами муниципального этапа областной общественной акции «Народное признание». Голосование проходит с 15 по 30 сентября в следующих номинациях «Мы вместе. Признание и уважение. Единство и успех». Отдать свой голос за кандидата можно в социальных сетях и лично в пунктах голосования, расположенных по адресам. Дом культуры «Заря», проезд 9 мая, 16, дворец ветеранов, улица Мариса Тореза, 103А, администрация советского района, улица Советской армии, 27. Также проголосовать можно через сервис госуслуги. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках ВКонтакте и Одноклассниках. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok